11 лет в Уральске существует Центр русской культуры. Община занимается не только сохранением и развитием русской истории и традиции. Основная работа направлена на практическое формирование среди населения, казахстанского патриотизма и толерантности. Вот уже 6 лет на базе Центра работают курсы по изучению казахского языка. А в кружках по пению и танцам представители разных национальностей познают культуру других народов. Рассказывает Асель Русалиева. В фольклорном ансамблю «Скомарухи» уже почти четверть века. В репертуаре собрана вся палитра народных песен. Бессменный руководитель коллектива Светлана Абрамова. По ее словам, секрет успеха в многонациональности. Здесь в каждой песне сплетаются нотки разных этносов. Здесь и казахи, русские, украинцы, у нас есть и евреи. У нас очень дружная семья. Мы поем песни и русские, и казахские, и с Дона поем казачьи песни. У нас коллектив творческий, жизнерадостный. Душой Центра русской культуры здесь считают Сергея Погодина. Это он 11 лет назад на базе детской музыкальной школы создал этнообъединение. Практически воплощая вот эту вот идею о единстве, о дружбе и взаимовлиянии культур, которую президент озвучивает в своих посланиях, мы как раз и занимаемся именно пропагандой не только русской культуры, но и одновременно пропагандой музыки других народов. Центр русской культуры – единственное этнообъединение в регионе, где организованы курсы по изучению государственного языка. Занимаются в основном взрослые. Среди слушателей курсов Татьяна Прятко. Она – предподаватель музыкальной школы. Благодаря занятиям уже успешно применяет казахский на своих уроках. Зординцы луктилимас, бакытылимас, аспанамасашитбос. Может быть, с ошибками и говорим, но, во всяком случае, уже уроки ведем на двух языках, где-то записываем задания, где-то там с переводом, потому что как бы идет 50 на 50, и все темы у нас, если мы наурыс объясняем, где мы поем, что у нас песня на русском, на казахском. Понимаем, что-то можем и сказать, и пожелать. Приятно с человеком даже просто поздороваться на его родном языке. Очень нравится, очень интересно. Татьяна Прятко уже успела поучаствовать в конкурсе на знание языка. Она прекрасно исполняет песни Абая на языке оригинала. Таким образом, изучая язык, слушатели курсов познают культуру и традиции народа. В ближайших планах Центр организовать конкурс «Пой, добра, игра и гармонь» между жителями Уральска, Саратова и Оренбурга. Асиль Русалива, Владжир Лгасов, Уральск.